Я Утебаев Непод Хамидович, гражданин Республики Казахстан. Сегодня, 28 февраля 2024 года, выхожу на одиночную голодовку, так как я не согласен с проживающим минимумом, который установила наша власть. Точнее, 70 тысяч тенге, на это деньги невозможно прожить. Мы хотим жить, а не выживать. Требуем поднять пособия, пенсии, зарплаты. Требуем снизения пенсионного возраста, так как многие люди не могут дожить до пенсии. Также требуем доступ к пенсионным накоплениям, потому что пенсионные накопления – это наши деньги. Это наши собственные накопления, которые мы туда вкладывали. Требуем доступ. Также требуем перенимать проспект Достык, вернуть название, убрать фамилию Назарбаев с лица города. Так как Назарбаев ничего хорошего для народа Казахстан не сделал, только занимался воровством и коррупцией. И обогащение собственной своей семьи. Также площадь независимости, которая находится в Идумове, тоже вернуть название площадь независимости. Нам независимость дороже, чем имя Назарбаева. Требуем поднять пособия, требуем поднять пенсии, требуем поднять зарплату. Так как каждый месяц, не в год один раз, коммунальные услуги растут, а уже каждый месяц почти растут коммунальные услуги. Вот недавно было слушание по поднятию тарифов. Хотят у нас в Западной Казахстанской области поднять тарифы до 32 тенге, по-моему, если я не ошибаюсь. Правильно, да? 31 тенге, по-моему, да? Электроэнергия, да? Да, электроэнергия. Также растут тарифы на операцию соток связей. Это незаконные, необоснованные действия. Потому что они ничего туда не вкладывают, все обратно туда не меняют. Обслуживанием не занимаются, видите сами, интернет вообще стал плохим. Очень плохой интернет стал. Зато тарифы растут. Вот уже от 800 тенге сейчас уже почти 8 тысяч получим. То есть 10 раз подорожало тарифы от операции соток связей. Вот скажите, пожалуйста, как прожить на 70 тысяч тенге в месяц больному человеку-инвалиду, который нуждается в лекарствах, который нуждается в помощи. Когда сходишь в баню, полторы-две тысячи тенге. Хочешь подстригаться в полторы тысячи тенге. Как жить людям? Мы же имеем право подстригаться, мы имеем право в баню сходить, мы имеем право пользоваться туалетными принадлежностями. Почему мы должны на всем этом экономить? Мы что, для этого всю жизнь работали, чтобы жить не сетешили? Как нам платили? Нам копейки платили. Мы за запасы выживали. Работы не было, мы ходили, работу искали. Но мы работали. Как ты накопишь, если копейки платят? На данный момент, смотрите, копейки людям платят. Люди, вы уже бастоватесь, на узее не бастуют люди. Как они могут накопить на старость? Если они сейчас не могут прожить? Да и здесь зарплаты нечисленные. Это нурботы проплаченные. Думать только о сегодняшнем дне. Затуски вообще не думают. О будущем своих детей вообще тоже не думают. При наших богатствах, полезных сахарбаемых, живем в нищете. Женщины, больные, раком груди, уже лекарства им отказали бесплатные. Это куда годится? Все богатства, я задавал вопрос в Акимате. Кому принадлежать свои богатства в детстве земли? Народу. А почему мы это не видим ничего? Нам сокращать все. Адрес цитарной помощи соглашает. Все сокращает, зарплату сокращает. Коммунальные услуги растут. Лекарства растут. Продавательство растет. Как нам жить? Как нам обживать? Зубная паста вняла, 800 тенге стоит. Тюбик один. Мыло 500 тенге стоит. Мы что, в бане не ходили, не имеем права ходить. Мы что, зубы не имеем права чистить, что ли? Мы что, пострекаться не имеем права, что ли? Что, нам печать, это, жить, что ли? Тюбик, у вас денег не хватает, а? Ну как хватает? Да сегодня на лекарства даже не хватает денег. Скажите, вот вы на русском, на английском написали, почему подписчики спрашивают? А потом, чтобы Европарон видел, слышал. Что у нас творится, Казахстане? Как мы живем? Мы не живем, а выживаем. Да. Чтобы власть-то врет, что у нас все хорошо, что заботятся о народе. У нас о народе не заботятся. Мы живем на вишеньке. Если бы мы нормально жили бы, я бы сейчас не выходил бы. Если бы мы нормально платили, достойно пенсию, пособие, мы здесь не стояли бы. И цены, и экономические услуги не растут, и вот идут. Голодовка. Здравствуйте, Казахстан. Голодовка. Голландовка. Требуют, требуют, Голодовка прекратить. А административный адрес, наверное, или штраф, скажите? А? Да, да, административный адрес. А какую ответственность они предполагают? Ну штраф, это, это, я сейчас не понял сколько. В общем, 150 тысяч тенге штраф. 50 МРФ, по-моему, да? А там зависит от какой? А у меня уже там, уже установлен тарел для меня уже. 150 тысяч тенге, короче, установлен тарел для меня уже. Вы уже как-то платили штраф, по-моему, да? Да, да. Какую сумму заплатили вы? Ну, у меня, короче, они, как инвалиды старой группы, скидки делают. 108 тысяч с чем-то, короче, 109 тысяч. За то, что вы выходили на одиночный пикет? Да, да. А там, знаете, как смешно. За то, что требовал снижения пенсионного выроза штраф. Только фамилию, создавайте партии, регистрируйтесь, участвуйте в полицейской жизни. Начал создавать партии штраф. Там, это, паркир находится с тела, жертвами репрессии. Туда просил людей, граждан, чтоб там цветы вложили. Штраф. Вот за что штрафуют нас, людей. Ну да, людям нельзя собираться. Да. А эти, представляете, вот даже сейчас, вот, уже закон такой, не знаю, правда, не знаю, но я еще не видел закон, ну, это, сам лично не читал. Но говорят люди уже, говорят, что за выпуск скота, в поселках, уже хозяин, это, коровы, животного, должен платить деньги, короче. То, что трава из земли вышла, он за это должен платить. И что, государство сажает, что ли, его? Траву эту. Открыла воду? Да. Уже животных, природоняли как человека, уже штрафуют, штрафуют, штрафуют. Что, паспорт есть у них, налоги платят, за то, что корова срвет, это уже экологию портит, опять налоги платят. Теперь еще за выгул скота, за то, что они посылку сходят, за это еще будут платить. Представляете, тоже, ну, это, они штрафы, короче, у нас в Казахстане. Сейчас теперь, теперь хотят штраф внести тоже, на автомобиль, за старую машину. Там, как, большие деньги какие-то. А кто-то вот не надо, что старая машина, потому что у нас цены такие бешеные. Улетели сбор, ни за что. И то, не кузар за это деньги уходит, а в карман дозарба его. Вы-то водок объявили, да? Да. Вы будете ее держать, как-то. Да. Ну, я не знаю, меня постоянно заработаю, посмотрю, я долго не смогу стоять просто. Ну, от силы на минуту присутствует, наверное, наша. Такое, ну, здоровье не позволяет много стоять. Вот бумажка, вот. Подавалки МАА, пожалуйста. Все на законах. Хотя бы голодовка не регламентируется и подавать уведомление надо. Но я поддался, чтобы, сейчас эти полистейки подойдут, чтобы у меня бумажка была. Вот. Пускай читает. Здесь написано. Законом не регламентирована голодовка. Все. Чтобы они протокол на меня не выписывали ни за что. Мы хотим жить. Чтобы вы пожелали, пожелали нашим чиновникам, чтобы они работали, чтобы доходы повышали для народа, пособия, пенсии, чтобы они работали. Нашим чиновникам просто взять бланк, заявление на увольнение, написать и уйти в отставку. Все. Потому что они это... О народе вообще не думают. Они все назначенцы. О народе вообще никогда не будет думать. Он думает только о хозяине своем, который его назначил. И все его пожелания, все приказы будут выполнять хозяина своего. Потом полицейских подъехал уже. Где же прокурор? Прокурор где? Который должен защищать мои конституционные права. А он наоборот нарушает. Незаконно здесь стоишь. Хотя я здесь стою законно. И он должен здесь стоять и смотреть, чтобы мои права не нарушались. А он приходит и меня угрожает какой-то ответственностью. Угрожает уголовной, административной ответственностью. Прокурор. Сейчас должен подъехать на этот прокурор. Да. Завтра тоже выхожу. Уже требуем другие быстры. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...